Ну а вот о погоде на неделю мы поговорим прямо сейчас с официальным представителем КАЗ Гидромета. И с нами на прямой связи официальный представитель КАЗ Гидромета Алина Исмогова. Доброе утро вам. Спасибо, что присоединились к нам. Скажите, вот Алина, понедельник, начало рабочей недели. Что за так называемый антициклон управляет сегодня страной? Доброе утро. Действительно, у нас на территорию Казахстана с 25 ноября по 1 декабря действует обширный азиатский антициклон. Вот он как раз-таки и принес нам погоду без осадков, такую стабильную, теплую, классическую зиму. Но это, к сожалению, ненадолго, потому что с 26 ноября на территорию Казахстана, с запада на территорию Казахстана заходит циклон из районов Средиземного моря. И он принесет нам усиление ветра, осадки и похолодания. Он будет смещаться у нас с запада на восток постепенно и практически до конца недели охватит всю территорию Казахстана. Поэтому в ближайшие несколько дней у нас еще север, центр и восток будут наслаждаться действиями нашего азиатского антициклона. А далее придут осадки. Осадки и ветер. Порывы до 20 метров в секунду. И также похолодания. На востоке и на севере у нас температура в ночные часы опустится до минус 20. А осадки ожидаются вообще перед Новым годом? Насколько они, ну допустим сейчас вот утром по направлению к работе температура воздуха была минус 1 градус всего. Я бы сказал ни мороза, ни снега. Как у нас, какие приближения ожидаются ближе к Новому году? В Казахстане вы понимаете, что у нас резкоконтинентальный климат и средняя продолжительность жизни циклонов и антициклонов от 3 до 4 дней. Поэтому когда наши синоптики пишут прогнозы, более точные прогнозы на основании фактических данных. То есть они видят эти циклоны на территории нашего континента, то есть просчитывают когда и в какое примерно время они будут заходить на территорию Казахстана и соответственно что они принесут. А более длительные прогнозы, которые на месяц и на сезон, они имеют консультативный характер. То есть это уже вступают в работу синоптики у нас долгосрочники, которые смотрят архивные данные, то есть многолетние данные. И высчитывают примерно какой год может быть по аналогу с этим годом. И смотрят насколько как бы совпадает. Поэтому сейчас на данный момент длительный консультативный прогноз на зиму у нас составлен, выпущен 15 ноября, говорится о том, что у нас будет относительно теплая зима, но много снежная, осадочная. Поэтому сейчас ближе, как говорится, к Новому году, где-то за 10-12 дней мы будем уже составлять более точный прогноз, который совпадет до 80-95%. Алина, еще была информация о тумане. Насколько густой он ожидается в регионах страны? Ну вот, кстати, вот эта смена антициклона на циклоническую деятельность, она рождает вот эти метеорологические факторы. И на данный момент у нас в утренние часы достаточно густые туманы, поэтому мы выпускаем фтормовые предупреждения, мы выпускаем прогнозы о неблагоприятных метеорологических условиях, потому что туман загущает воздух, соответственно, и загрязняющиеся птицы дольше находятся в воздухе. Это достаточно и для населения, и для транспорта тоже достаточно опасное метеорологическое явление, поэтому фтормовые предупреждения у нас выпускаются. И в эти как раз-таки дни, когда смена идет циклонов и антициклонов, эта опасность увеличивается. Ну что ж, спасибо за информацию. С нами на связи была официальная представитель КАЗ Гидромета Алина Исмогулова. Ну а мы продолжаем.